Продолжение следует... Благоустройство парка все-таки потеплело, люди выходят на улицы гулять по вечерам. Ну вот, больше всего нас сегодня интересует и актуальный вопрос у нас. Это Центральный парк культуры и отдыха. Какие работы по благоустройству планируется провести там в этом году? Да, Центральный парк – это действительно излюбленное место отдыха горожан. И поэтому вызывает большой интерес у горожан, каким же парком он будет в 2016 году и в последующие годы. В 2016 году администрации города Рязани есть планы по продолжению реконструкции благоустройства Центрального парка культуры и отдыха. Муниципальные программы развития парков и скверов предусмотрены денежные средства в размере 15 миллионов рублей на работы по благоустройству. Мы планируем провести работы по ограждению парка по всему периметру. Это порядка 4 километров. А также планируем на эти денежные средства провести реконструкцию главных входных групп. Это входная группа со стороны улицы Пушкина и входная группа со стороны улицы Братиславская. Причем они будут сделаны по разным проектам, не идентичным. Что касается улицы Пушкина, это будет реконструкция уже существующей входной группы. Эскизные проекты будут идентичны, но она будет более современная из современных материалов. Что касается улицы Братиславская, это будет главная входная группа Центральный парк культуры и отдыха. И хочу сказать, что входные группы будут предусматривать такую функцию, как закрытие парка. В этом же году мы уже готовим проекты для того, чтобы благоустраивать парк в 2017 году. Замечательно. Ну вот вы сказали, что будут реконструированы и входные группы, и огорожен будет парк. Для чего это делается? Потому что прошла информация, что все-таки будут на ночь запирать парк. Да, такие планы были у администрации города Рязани. Я уже сказала, что мы в 2016 году разработаем порядок или правила пользования Центральным парком культуры и отдыха, где на отдыхающих в том числе будут наложены определенные обязанности, ограничения. И безусловно, на баланс содержателя парка будут наложены такие же функции. Кроме того, мы говорим о том, что у нас отдыхающая главная наша цель и одна из главных целей обеспечить не только комфортный отдых, но и обеспечить безопасность отдыхающих и безопасность того имущества, которое находится в Центральном парке. Поэтому уже разработан проект наружного освещения парка, но это не совсем обычный проект. Он совмещен с радиофикацией парка, совмещен с системой Wi-Fi и системой видеонаблюдения. Этот проект подразумевает реализацию в последующие годы. Поэтому одна из функций обеспечения безопасности отдыхающих – это система видеонаблюдения, которая также планируется в Центральном парке. Это прям система безопасный город, система безопасный город, как у нас в городе. Ну, в свою очередь, Центральный парк культуры и отдыха – это мини-город в городе. И именно в этом мини-городе должны быть созданы комфортные условия для всех групп населения возрастных и социальных. И организации безопасности, конечно же. Безусловно. Ну, давайте по внутренним украшательствам. Наверное, рязанцы очень ждут такого события, как строительство велосипедных дорожек в Центральном парке. Причем строительство велодорожек, оно совмещено с нашей главной проектируемой велодорожкой от лесопарка до ЦПКИО. В случае, если эти два проекта реализуются, а протяженность велодорожки Центрального парка также составляет 4,5 километра, то у нас в городе получится самая большая велодорожка протяженностью 10 километров. В настоящее время администрации города Рязани заключен контракт на проектирование велосипедной дорожки внешнего контра Центрального парка культуры и отдыха. Это современная будет велодорожка, достаточной шириной для того, чтобы было встречное движение, опять же, безопасности в целях. Будет сопряжено с велосипедной инфраструктурой и освещением. Прозвучала до записи такая тема, как детская площадка, построенная компанией «Роснефть», как подарок городу. Да, вот она сейчас немножко у нас сдала позиции. Это спортивные площадки. Причем одна площадка универсальная, другая площадка уличных тренажеров «Воркаут». Действительно, в 2015 году этот проект был реализован. Он был реализован за счет средств компании «Роснефть» по муниципальному контракту. Сразу хочу сказать, что это две площадки имеют гарантийный срок 36 месяцев. При обследовании весенний период дирекции благоустройства города были выявлены дефекты. В том числе дефекты антитравматичного покрытия, дефекты ограждения универсальной площадки и дефекты уличных тренажеров. Все это сактировано, и подрядная организация, которая осуществляла строительство, до 1.06 гарантировала все это устранить. То есть все наши претензии она приняла и в добровольном порядке все это сделает. По Рюминскому пруду хочется узнать, будут ли проводиться работы по его очистке в этом году? Это, наверное, самое желанное и самое долгожданное мероприятие, которое ждут и наши жители, и ждем, безусловно, мы. Действительно, в 2017 году планируется приступить к экологической реабилитации Рюминского пруда, одновременно капитальному ремонту гидротехнических сооружений, которые образует Рюминский пруд. Это позволит, как я уже сказала, реабилитировать водный объект и содержать его в должном санитарном состоянии. В свою очередь это позволит разместить какие-то объекты отдыха на воде и объекты благоустройства в акватории Рюминского пруда. Из объектов благоустройства акватории у нас планируются фонтаны, а также мостиковые переходы. Что касается объектов благоустройства и отдыха прибрежной зоны, это, возможно, будет пляж. Причем пляж может быть без купания, может быть пляж с купанием, это потом будет решаться. И набережная. Набережная со стороны Центрального парка культуры и отдыха. Поэтому в этом году мы приступим к разработке проекта благоустройства прибрежной полосы Рюминского пруда для того, чтобы создать инфраструктуру для отдыха, для отдыхающих на воде. Мы готовили материал к эфиру и практически на берегу Рюминского пруда мы обнаружили когда-то там стоящий, действующий кинотеатр под открытым небом. Мы были очень удивлены, честно, потому что, наверное, нас, может быть, и не было, когда он действовал и работал. Вот местные такие завсегдаты нам рассказали, что все-таки. А вот планируется ли его восстановить вообще хоть когда-нибудь? Это Зеленый театр. Зеленый театр под открытым небом. Еще действует у нас под открытым небом танцевальная площадка, которая сейчас пользуется популярностью. И именно у населения, которые застали создание Центрального парка культуры и отдыха, у которых есть ностальгия по танцам под открытым небом. Я хочу сказать, что танцевальная площадка, открою небольшой секрет, она буквально преобразится в ближайшее время. Инициатор молодежной администрации Зеленый театр входит в благоустройство третьего этапа Центрального парка культуры и отдыха. Поэтому конкретных планов назвать сейчас не могу. Ну, хотелось бы, конечно. Я думаю, и вам хотелось бы. Да, конечно. Ольга Николаевна, ну давайте, наверное, закроем сейчас вот на этой красивой позитивной ноте тему Центрального парка. Мы поняли уже и будем ждать с нетерпением, каким же он будет в этом году, каким мы его увидим. Вообще по зеленым зонам города, по скверикам. Давайте пройдемся. Что сейчас? Какие работы ведутся? Сейчас ведутся работы по благоустройству сквера на улице Лермонтово. Причем работаны в самом разгаре. Там будет уникальная коллекция деревьев и кустарников. Причем этот проект будет носить образовательное назначение. Также небольшой секрет. Открою коллекция кустарников цветущих, пестролистных. Всего 50 видов. Каждый вид будет представлен только лишь в двух экземплярах. Причем они будут посажены в зеркальном отражении. Поэтому это не только образовательный процесс. Это еще будет тренировать память и тренировать визуальное восприятие растений. Кроме того, в этом сквере будут представлены цветы, которые применяются в цветочном оформлении всего города. То есть это разнообразие цветов. И что хотел бы еще сказать. После длительного перерыва в Рязани начинают действовать розарии. Мы продолжаем работу по посадке роз. Сейчас уже в городе Рязани посажено 2500 раз. Очень радостно, что рязанцам в этом году будет куда пойти, где подышать свежим воздухом. Это не может не радовать. Спасибо. Благодарю вас я лично. И вообще, я думаю, от каждого рязанца. Поблагодарю за ваш труд, за вашу работу. Спасибо, что делаете наш город красивым. Спасибо. Заходите к нам обязательно в гости. Ольга Свинцова сегодня была у нас в студии. А это была программа подробностей. Мы с вами скоро увидимся. Всего доброго. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова